Есть что-нибудь вот в России, что Путину не разрешено? Что он не может сделать здесь? Да, но таким вопросом стоит задуматься. Что Путину не разрешено делать? Ничего, что не запрещено. Нет, я даже не знаю, что ему, да. Нет, ну это он сам, как бы, референдум, это все-таки от него проистекает. Ну вот какие-то ограничения. Да нет, он абсолютно беспределен и ограничения, ну и если там мы говорим о законе, то, конечно, никакие законы его не ограничивает, конституция точно его не ограничивает, он ее сознательно нарушает. Даже в тех местах, которых он мог бы не нарушать, но он нарушает. И мне кажется, есть вещь, которая ему, в общем-то, не то что, которая, наверное, ему или противна, или страшна, да, она его пугает. Это, наверное, как-то соотносится с мнением народа. Обратите внимание, он все время действует против. То есть он все время в тех моментах, когда можно было бы пойти на компромиссы, он не идет на компромиссы. То есть, наверное, в России ему вот невозможно идти на компромиссы, скорее всего. То есть он вот такой, он демонстрирует, что он какой-то несгибаемый, ну какой несгибаемый, если он там под Эрдогана прогибается, и все это видят, и в ад это видят, или там под кого-то другого. Сейчас перед Трампом расшаркивается, не дай бог, чтобы что-то там не случилось, чтобы тот не послал его нафиг, и он не сможет как бы не пойти, да, он не сможет не пойти. Поэтому вот эта вот его бескомпромиссность, она какая-то скорее патологическая, да. Наверное, он не может пойти на компромисс, вот это. Так, и вот второй вопрос. Провели, значит, соцопрос на Украине, касательно того, готовы ли там люди выходить на митинги, демонстрации, протесты против власти. Значит, 40% у них готовы. 47 там, я помню, да. Да? Ну, может быть. Да. Вот вы готовы? А вот то, что вы сейчас делали, это что, конечно, я этим и занимаюсь.